Свидетельствую о силе Божьей славы, Божьей любви и Божьей милости. Два свидетельства о исцелении. Одно связано с уплотнением в груди. Это было, я не знаю, когда это исчезло, но это факт. И это факт не медикаментозного лечения. То есть иногда мы свидетельствуем, да, в результате лечения. И второе было воспаление левой почки на этой неделе. Это тоже факт. После того, как я сказала просто два слова, Господь, я отдаю это в твои руки, это твое тело, и провозгласила истины Господние. Я, конечно, приняла лекарство, но результат, когда боль начала уходить просто, ну, так быстро лекарство не действует. То есть это реально была слава Божья и Божье вмешательство. Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Слава и слава. У меня тоже исцеление, но как-то, ну, в другом, под другим. Я даже не думала, что об этом засвидетельствую, но вот так сложилось. Месяца два последних. Такая была какая-то внутренняя, как это назвать, не знаю, но вот постоянно присутствует тревоги, вот постоянно что-то неспокойно, неспокойно, еще так мир подбрасывает то-то, 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 и уже так нарастает, что я говорю уже дома, слушайте, посмотреть хатику какую-то, это пореветь уже, это отдать это уже, что же у меня вот тут ком стоит, не уходит, и, а тут мир еще подбрасывает, оттуда, оттуда в магазин зашел, вышел, платежки пришли, там, ну, как-то оно так все нарастает. Я не знаю, что случилось в прошлое воскресенье, я не знаю по сегодняшний момент, что случилось в прошлое воскресенье, в какой, я даже не помню, как я молилась, но вот у меня для себя рецепта не осталось, вот я не помню, что надо было бы в какой последовательности, суть в том, что я слышала в параллели еще одну проповедь с Виталиковой, потому что ты говорила о том, что вера от слышания, ну, вот в какой-то один раз, одну фразу, вот именно, хотя вообще другая была тема, и меня как накрыло о том, что я вообще мир слушаю, когда вот это все происходит, я мир слушаю, ты что ведешься, тебе Бог дал, и все, и как взяла до среды, три дня, вух, потому что ты нормально все ведешь, ты приходишь на работу, ты как бы, ну вот, а потом затишье, и такой мир, знаете, как распродажа в Италии, ты знаешь, что она есть, но она тебя не касается, вот все знают, что вот в пятницу, черная пятница, везде распродажа, и ты это знаешь, ну ты тут ни при чем, а что ты в Украине, вот точно тоже, ничего не поменялось, везде все штормит, ты приходишь на работу, слышишь те же новости, все как бы, но такой мир, такой, ну вот, и служить хочется, прям то ты служишь, потому что у тебя среда, и, ну, надо, и получается, и молишься, и все нормально, но твоего, но твоего нет, чтобы вот, и вот как бы визуально ни тогда не было видно, ни сейчас не было видно, но то, что это исцеление, я точно знаю, слава Господу. Здрасте, постараюсь внятно с самого начала. Тут два в одном, так сказать, свидетельство будет. Начнем с того, что у меня, наверное, года два или три был очень большой страх по поводу беременности, ну, это отдельный разговор, там такой именно. Вообще, ну, молились, долго молились, да, ну, в общем, долго это все происходило, и этим летом я все приняла решение, все, все, вот, вот, вот вроде попустила, но все равно пойду к своему гинекологу на Центре планирования семьи, там, ну, вот эти все, все равно. Прихожу, она говорит, все хорошо, все бомба, пей фулевую кислоту и иди вперед, в общем. И тут в этот период, когда я уже согласилась, что да, все, у меня возникает мастопатия и очень сильное уплотнение. Я иду на УЗИ, где ставят фиброэднома 7 на 11 миллиметров, это, ну, боже, шо это, ну, типа опухоль доброкачественная. И тут стоит вопрос, перед планированием беременности нельзя ее либо вырезать, либо ты пролечиваешься, потому что потом она может или в злокачественную во время гормонального, этого, да, пойти, либо перекрыть молочные потоки. Ну, в общем, ну, вообще, не алло. И тут стоит вопрос, когда уже я согласилась внутри, что да, я уже страх поборола вроде бы. И тут такой вопрос. Либо идти, а она меня направляет, ну, в этот, к маммологу, ну, хочу уже в онкодиспансер идти, короче. Кажи, все хорошо, что тебе 30 лет, но ты все равно, кажи, пиды. Ну, я отказываюсь идти. И что-то такая ситуация, что как раз на 3 месяца муж собирается, в общем, в командировку выезжать. И, короче, в общем, мы не принимаем это. В общем, с первого раза, слава богу, я беременею. Все хорошо, и тут меня все-таки моя врачиха говорит, ну, ты пойди, говорит, проверь это контрольный УЗИ. Я думаю, может, она меняет, я про него и забыла, я молилась. Да, было страшно, тем более, все, я забеременела, у меня все хорошо. Что там, я вообще не знаю, вообще, я просто туда вот просто не лезу. Сделали УЗИ, и, слава богу, вообще ничего, вообще ничего, пусто. А мне это говорит, а что ты сюда пришла УЗИ? Я говорю, ну, типа мастопатия, ты как мастопатия? Я говорю, ты молочная ферма, и ты отсюда. Так что, слава богу, за исцеление и за то, что, так сказать, довольно-таки сильно мне удалось победить страх, так непросто, так сказать. В общем, слава богу. Я так быстро. У меня недавнее свидетельство, но я все равно засвидетельствую. 1 января я очень заболела и, короче, подхопила заразу. Ну, это, что вся ходила. Тогда, не знаю, через ослабление, ну, короче, не важно. И пролежала с температурой 1 и 2, теж 39 было, и, ну, не падала. А другого, ми там, ну, домовились, что, ну, будет сбор команды, и я позвонила Наташі, говорю, не буду идти, бацилы свои разносите. А вона говорит, да нет, чего приходите? Кажите, не в Чеха, а с нами побудь. Ну, я пришла, ну, трохи было тяжко, бо то, что, ну, и голова болела, но я пришла так, ну, я себе нормально почувала. Едине, что там, ну, такий просто стан, что видно, что людина хвора. И потом уже назад повертаюсь и думаю, все, теперь мне капец, бо то, что, ну, охолодилася, пройшлась по улице, завтра, наверное, что бахне 40 и буду лежать 7 дней. Когда я встаю, 36,6, на какие-то, ну, хотя, ну, как бы, вечерин не цей, ну, так, прям, сразу не прийшло, но на ранок уже. Але, ну, друге питання, мені треба взяти лікарняня, тому, что у меня еще есть наслідки хвороби, иду в лікарню, а в лікарню не дают лікарнян, если у тебя нет температуры. Думаю, это вот подстилы, ни туда, ни сюда, это же такое. Думаю, перехожу в лікарню, а цей лікар дивиться на меня, каже, ну, я взагалі бачу, что вы цей перехворіли. Ну, зроблю типовиключения, да, он мне лікарняный, до кінця тижня я собі расслаблялася, работу робила вдома, ну, и классно, и потом одразу отпуска. Так что, ну, Господь, какось, поті Господня не исповедимы, одним словом, но слава Богу, что все хорошо, что хорошо кончается. Так что, аллелуйя. Всем здрасте. За благословение я хотів рассказать. Два месяца без работы, без официально, и, как бы, немае, немае никакого дохода, ну, доход, как бы, був, но цей доход сразу расписывался на ті дырки, которые там достоинствуются. Да. И того, какось, особенно последние два тижня, Бог навчив жить, как, ну, за 20 гривен можно протянуть два тижня. Я понимаю, все знают, да? Причем, это было таке сверхъестественное покрытие всех нужд. Вообще ни в чем нужды не было. Надо десь поехать, кто-то еде туда, в ту сторону, подвозит. Там десь, ну, какось все появляется, и очень круто. Причем, ждал работу, вот хотелось, чтобы уже начали поменялось. Я себя бачил в одном направлении, и какось другого не шукал. И в один момент, когда ты уже понимаешь, что уже лень пересилюет божание заработать, и ты уже лежишь на диване, с утра просыпаешься, включаешь сериалы, и опять релакс, и опять все хорошо. А утро начинается в 12 ранку, и так все классно. А тут уже приходит 15 число, и нужно за квартиру платить. И я молюсь, и прошу Господи, говорю, дай работу, уже действительно, уже прямо надоело. И Бог действительно дав работу, которая, причем, вот знаете, кажут, у Бога свои замисли на нас. То есть, то, что я собі мечтал, то, что я собі придумал, Він с этого вивел. В принципе, та сама сфера, но больше ответственность, больше коллектив, причем те, что уже мне по силах, где я смогу не просто там выносить, а уже, как бы, керовать и все. Но тут же опять начинаются другие вопросы. Десь 4 дня я ходил на стажировку и задавал вопрос, Господи, от тебя, не от тебя, чи, может, я собі понапридумывал. И опять же молюсь, и получаю ответы. Причем ответы получаю действительно, ну, от, с разряда чудеса. Задав вопрос, получив ответ. И в четверг, принимаю уже четко для себя, что да, от Господа, благодарю Господа за то, чтобы пришла новая работа. То есть, осталось дать только экзамен. И начинаются там такие ситуации, которые, ну, от, я четко знаю, это атака. Атака, яка пытается сбить з истинного пути и уже, от, вернуть назад, и чтобы ты там цей. И просто, от, в одну секунду, как раз, просто, как сказала Свята Петровна, два слова. Во имя Иисуса Христа я четко знаю моё, не принимаю атаки. И как-то это очень быстро порешалось, а теперь завтра иду на экзамен, знаю точно, что сдам. И есть новая работа, с большей зарплатой. И вот такое, Боже, благословение пришло. И слава Господу. Доброе утро. Продолжение серии по поводу квартиры. Значит, свидетельств. Это уже третий месяц подряд выхожу. За аренду. Значит, я, как я уже говорила, оплачиваю за аренду и за те коммунальные, которые я использую. То есть за отопление я не плачу. И последнее время я посмотрела на квитанции на отопление. Оно составляет сумму даже больше, чем моя аренда. И вот уже третий месяц я опять эту ситуацию даю Богу, потому что я не могу столько платить пока что. И тоже волновалась, переживала. Даже моя бабушка, казалось бы, неверующий человек пока что, меня очень сильно поддерживала тоже. И, значит, хозяйке я пишу, говорю, вот сумма за отопление, вот то-то-то. Говорю, подумайте, скажите ваше решение. Либо вы поднимите мне оплату, или что. Она пишет, нет, типа оплати просто за счет аренды это отопление. В общем, я, получается, что заплатила на 300 гривен больше, чем я обычно плачу. И все, как бы, все на этом разрешилось. Слава Богу. Да.